Среди всей антинаучной бредятины, от которой буквально ломится современный интернет, теория плоской земли, пожалуй, самая упоротая. Еще можно как-то понять людей, которые до сих пор не способны поверить в теорию относительности. Ну, правда, ей всего-то 100 лет, может, просто еще не до всех дошло. Но вот плоскоземельщики, на полном серьезе пытающиеся опровергать то, в чем на повседневном опыте может убедиться любой желающий, и что доподлинно известно уже добрые 2500 лет, это совершенно особый случай. В этом видео я приведу вам несколько аргументов, возразить на которые ничего не сможет ни один плоскоземельщик, а если и попытается, то вы сможете без труда положить его на обе лопатки. Итак, поехали! Аргумент с горизонтом, конечно, самый банальный, и он же самый очевидный, ведь каждый может убедиться в том, что удаляющиеся от нас объекты на определенном этапе перестают быть видимыми из-за того, что их скрывает выпуклость шарообразной земли. И этот аргумент столь очевиден, что плоскоземельщики, ну, просто обязаны были бы придумать что-то, чтобы попробовать его опровергнуть, и они, ну, уж в меру своих умственных способностей, придумали. Плоскоземельщики говорят, что все дело, во-первых, в перспективе, а во-вторых, в поглощении и рассеянии света земной атмосферой. То есть удаляющийся объект, по их мнению, со временем становится просто неразличим для нашего глаза из-за уменьшения линейных размеров, и из-за того, что излучаемый или отражаемый им свет поглощается атмосферой. Чтобы убедиться в том, что это не так, нам достаточно просто подняться повыше, на крышу здания, гору, или, скажем, взлететь в небо на самолете. И, ну, надо же, пропавший объект снова становится видимым, если, конечно, мы поднялись достаточно высоко. С точки зрения перспективы и рассеяния, это необъяснимо, ведь реальное расстояние между нами и объектом в результате подъема на высоту только увеличилось. И если мы из-за перспективы и поглощения света не видели его раньше, то теперь мы не должны мочь его видеть и подавно. Но мы видим. И именно потому, что подъем на высоту позволил нам заглянуть за горизонт, тот самый, которого, по теории плоской земли, существовать не должно. Но, кроме того, если бы дело было в перспективе рассеяния, то радиус горизонта был бы различным для разных погодных условий, времени суток, а также вида объекта. Например, темной ночью достаточно яркий источник света можно было бы разглядеть за сотни километров. И, в принципе, уже на этой оптимистической ноте теорию плоской земли можно было бы отправлять на свалку истории, где ей и место. Однако, так как тут мы не опровергаем теорию плоской земли, а просто делимся способами троллить ее сторонников, то мы продолжим. В принципе, история с закатами и восходами – это часть все той же истории с горизонтом и перспективой. Однако, все-таки на этом ее аспекте стоит остановиться особо. На плоской земле ни закат, ни восход были бы невозможны. Просто не за что заходить и, соответственно, не из-за чего выходить. Солнце должно быть видимым так или иначе 24 часа в сутки с любой точки земли. И это кажется, ну уж совсем очевидным любому, кто знаком хотя бы с базовыми законами геометрии. И сторонники плоской земли посвятили действительно немало сил тому, чтобы доказать, что эти законы не работают. Чаще всего используются те же объяснения, что и по поводу горизонта, рассеяния света и перспектива. Хотя вот о перспективе в данном-то случае им как раз лучше и помолчать бы, потому что самоупоминание этого термина в данном контексте доказывает, что вся их теория, мягко говоря, полная фигня. Ну, судите сами. Если, как утверждают теоретики плоской земли, солнце действительно бегает над ее поверхностью, то с утра и до вечера видимые размеры солнца по законам той самой перспективы должны были бы заметно меняться. Солнце должно быть маханьким на рассвете, затем постепенно расти в размерах, приближаясь к зениту, а потом снова уменьшаться на закате. В реальности же этого не наблюдается. Любой желающий может запросто убедиться в том, что солнце на закате скрывается за горизонтом, имея тот же самый размер, а вовсе не сжимается в точку, как оно, повторимся, обязано было бы делать на плоской земле. Но некоторые плоскоземельщики, видимо, все-таки пару раз забегали на школьные уроки физики, потому что они придумали новый аргумент. Оказывается, закаты и восходы наблюдаются из рефракции солнечного света земной атмосферы, которая типа работает как линза. Попадаются даже видеоэкспериментов, призванных продемонстрировать нам суть эффекта с линзой и фонариком. Ну, вот, например, один из них. Ну, что тут сказать? Забегать на уроки физики эти ребята забегали, но, видимо, очень выборочно, да и то ненадолго, потому что в роли такой вот линзы атмосфера никак выступать не может, и в особенности на плоской земле. В этих опытах лучи от источника света отклоняются линзой вверх, из-за чего действительно можно подобрать положение линзы источника и наблюдателя, при котором наблюдатель источник наблюдать не будет. Но в том-то и дело, что рефракция атмосферы работает наоборот. Плотность атмосферы растет по мере приближения к поверхности земли, из-за чего лучи начинают падать под все большим и большим углом. А видимое изображение источника света из-за рефракции смещается вверх, а не вниз. То есть все происходит в точности наоборот. Из-за атмосферной рефракции видимое положение того же Солнца оказывается немножко выше над горизонтом, чем на самом деле. И потому мы можем видеть Солнце на небе даже тогда, когда по факту оно уже скрылось за горизонтом. Но атмосферная линза нам все еще его показывает. А чтобы атмосферная линза действительно работала так, как хочется плоткоземельщикам, и скрывала от нас Солнце, физическая и оптическая плотность земной атмосферы должна увеличиваться, а не уменьшаться с высотой, чего в реальности не происходит. Подробнее о силе Кориолиса, которая закручивает спирали циклоны и антициклоны, заставляет реки сильнее подмывать один берег, нежели другой, и заставляет вращаться по кругу маятник Фуко, мы говорили вот в этом видео. И для того, чтобы все это происходило, земля просто-таки обязана вращаться, что плоской земле делать затруднительно. Точнее, теоретически вращаться плоская земля может вокруг своей единственности и симметрии, проходящей через Северный полюс. Однако даже и в этом случае сила Кориолиса не будет работать так, как она работает на самом деле. Направление этой силы должно быть одинаковым в Южном и Северном полушарии, хотя какие могут быть полушария на плоской земле? И соответственно циклоны и антициклоны должны были бы по всей земле закручиваться в одну сторону, хотя на практике в Южном и Северном полушарии они закручиваются в противоположном. Объяснить то, что сила Кориолиса на земле работает так, как она работает, в рамках теории плоской земли невозможно по определению. То, что у земли есть магнитное поле, известно с глубокой древности. Вы и сами можете собственноручно убедиться в этом, изготовив простейший компас из стальной иголки и кусочка пенопласта. Под действием магнитного поля земли игла послушно ориентируется так, чтобы указать направление с юга на себя. Так вот, если бы земля была плоской, ничего из этого не получилось бы. Магнитное поле земли образуется вследствие ее вращения вокруг своей оси, проходящей через точки земной поверхности в районе северного и южного полюсов. Именно поэтому силовые линии магнитного поля земли располагаются так, как они располагаются, и стрелка компаса, выстраиваясь вдоль этих линий, указывает направление с юга на север. Плоская земля так вращаться не может, просто потому, что никакого южного полюса в теории плоской земли не существует. Если, как в случае с силой Кориолиса, мы предположим, что земля вращается вокруг северного полюса подобно диску, то магнитное поле из-за такого вращения выглядело бы совершенно не так, как оно выглядит. На плоской земле магнитные полюса тоже располагались бы вдоль оси вращения, и компас был бы бесполезен, так как указывал бы в основном снизу вверх. Кстати, при такой конфигурации магнитного поля в южных приполярных районах не наблюдались бы, к примеру, южные сияния. Их видели бы лишь вблизи северного полюса. Отправившись, к примеру, в Тасманию и полюбовавшись там на южное сияние, любой теоретик плоской земли может убедиться в том, что его картина мира не соответствует действительности. Любой, кто интересуется астрономией, знает, что вид звездного неба отличается в южном и северном полушарии. Например, полярная звезда не видна практически ни в одной точке южного полушария, тогда как расположенная близ южного полюса мира созвездие Актанта невидимо в северном полушарии. И происходит так именно потому, что в северном полушарии тело шарообразной земли закрывает от наблюдателя звезды воображаемой южной небесной полусферы и наоборот, на плоской земле подобное было бы невозможно. Для наблюдателя в любой точке земли должны были бы быть видны все без исключения звезды неба, ведь заслонять их на плоской земле попросту нечем. Предложите плоскоземельщику выйти в темное время суток на улицу и показать вам на небе сигму Актанта, если вы находитесь в северном полушарии, и полярную звезду, если дело происходит в южном. И спор о форме земли на этой оптимистической ноте можно считать закрытым.